Алена, сегодня проект, в котором вы участвовали, был номинирован. К сожалению, не получил награду, но тем не менее, сегодня ваш наряд выделялся среди присутствующих. Модные сапоги-чулки. Как собирались сегодня на церемонию? За час собралась, уговорила ребёнка найти эти сапоги, которые валялись далеко в загажнике. И нашла вот этот пиджак, который не так давно был мною приобретён. Так что, в общем, всё было достаточно случайно. Не было такой серьёзной подготовки, правда, клянусь. Вам собираться помогала дочь? Мария продолжила династию актёрскую и делает успехи. Вы протекцию составляете дочери в актёрском мире? Бессмысленно. Ты выходишь на сцену, и это две минуты обсуждают, кто у тебя папа, кто дедушка, кто у тебя муж, кто любовник и так далее. А через три минуты все об этом забывают, начинают просто смотреть. И ты должен завоёвывать внимание публики в течение трёх часов. И там уже никакой блат не поможет. Вам ваш отец помогал в карьере? Он даже не знал, что я поступаю в театральное училище. А Машке я помогала. И поначалу, и в Щукинском училище я ей помогала, и, в общем, я ей много советовала. И папа ей помогал. И даже покойный Михаил Михалыч Козаков, её второй дедушку, он ей тоже помогал. Вот Бог даст в ней вот это вот, я сейчас встретила, то любила. Он говорит, боже мой, какой у тебя ребёнок. На самом деле, мне это было очень приятно слышать, честно говоря, даже приедет, чем про себя. Потому что я уже, в общем, ну, как-то, так сказать, 28 лет в театре, уже лет 15 в кино, уже 70 сериалов, 70. 70? 70. То есть вы, можно сказать, рекордсмен в кинобизнесе современном, потому что 70 сериалов, это, ну, не под силу, мне кажется, никому из актрис. Даже больше. Мне просто один журналист сказал, я никогда не подсчитывала. Он мне сказал, что, Алёна, вы поставили рекорд, потому что в 2006 году у вас было 12 проектов. 12. За год. Совсем недавно вы переехали за город. Мы туда приезжаем просто отдохнуть, отдышаться, так сказать, насладиться деревом. Вот. Это не то, что переезд какой-то, потому что у меня нет времени, возможности всё время туда-сюда мотаться. Иногда между сериалами вы превращаетесь в дачницу. Да, выращивая огурцы, землянику, помидоры, черри, кабачки, тыквы, дыни и так далее.